Однако, поставив рекорд времени, автомобиль покинул поле битвы длиною в четверть мили. Это не единственное разочарование Игоря в этот день. Сюрпризы преподнес и второй его автомобиль – Nissan Skyline. Но о нем мы расскажем чуть позже. Итак, в полном приводе продолжили сражение за первое место только три автомобиля. Это две Subaru и Audi. И если Audi держалась на трассе очень уверенно, то вот, глядя на старты Руслана Катарабая на синей Subaru Vero XSTI, складывалось впечатление, что что-то не так. И как стало известно позже, Руслан старался сохранить автомобиль для класса Unlim, для того, чтобы сразиться в более ожесточенной битве с другими участниками. В результате, за право занимать первое место в классе полный привод, на старт вышли Дорош Эдуард и Гетлан Геннадий. И с безумным ускорением Гетлан Геннадий первый пересек финишную черту. Вообще, в этот день черная Audi на многих зрителей произвела впечатление. Так в классе полный привод сложилась следующая картина. Третье место Катарабая Руслан, второе Дорош Эдуард и первое место занял Гетлан Геннадий. Класс задний привод. Тут бесспорно все хотели увидеть, как себя проявит грозное оружие из Киева. Точнее сказать, практически все были уверены в стопроцентной победе, и украинская команда подготовилась очень серьезно к этому этапу Молдовы по дракрейсингу. Однако и наши пилоты тоже не сидели зимой, сложа руки. Так Денис Шурганов построил новый автомобиль с очень необычной системой размещения турбин. Матиуца Аурел наконец-то выбрался на своем автомобиле, построенном еще в конце прошлого сезона, на взлетную полосу. И уже мог более уверенно стартовать. И это сразу дало свои результаты. А рекорды были у Аурела Петровича, чего, наверное, мы не ожидали. Ожидали, но не таких. Я лично не ожидал выезда из 11 секунд. 10,8 это все-таки серьезное время для монопривода. У нас полный привод едет очень с большим натягом близко. Однако не все так гладко было и в этом классе. Так, по техническим причинам, Денис Шурганов сошел с дистанции. Как выяснилось, после финиша дым, который вырывался из-под машины, возник в результате конструктивной недоработки задних крыльев. Так как на скорости в 200 км в час слики начали задевать арки крыльев. В результате чего продолжить битву было уже небезопасно. Но случился и курьез. Так, во время переключения с третьей на четвертую передачу, Денис вырвал с потрохами рычаг переключения. И как он уже шутил после гонок, что ему пора заканчивать ходить в спортзал. В итоге за право занимать первое место должны были сразиться Слюсар Олег из Киева и Матевуца Аурел из Кишинева. Но этих заездов мы не увидели. Так как Аурел Петрович признал, что украинская машина достойна занять первую ступень педестала без боя. А возможно, что Аурел Петрович решил просто сохранить автомобиль для класса Анлим. Итак, первым стал Слюсар Олег город Киев, второе место Матевуца Аурел и третье Русу Григорий. И вот пришло время Анлима, в котором встречаются лидеры предыдущих классов. Как правило, именно тут решается главный вопрос, кто быстрее, полный привод или монопривод. Конечно же, самым ожидаемым должен был стать заезд между черной BMW из Киева и Ниссаном Скайлайном из Кишинева. Однако этой битвы не суждено было в этот день состояться. Ну, если бы Скайлайн был готов, то была бы очень интересная борьба. Да, мы очень ждали в этот раз, но, к сожалению, немножко техника подвела. Игорь немножко расстроился, и мы все немного расстроились. Это все-таки наша молдавская самая быстрая машина в Молдавии. К сожалению, в субботу вечером за день до гонок при настройке Скайлайна в коробке сломалась вилка. К сожалению, мы за ночь не успели ее сделать. Но я думаю, что она поедет в следующий раз и достойно будет соперник Олегу. Олег Купе уже вроде что-то придумал, чтобы поехать еще быстрее. Так что будем его ждать с нетерпением и будем ждать новые рекорды от него. Конечно же, будем надеяться, что на следующем этапе чемпионата мы все же увидим битву между этими двумя монстрами. Итак, в классе Анлим ожесточенная борьба шла между Гетланом Геннадием, Слюсарем Олегом, Мотивуце Аурелом и Катарабаем Русланом. И тут никто из участников не жалел свои автомобили. Бились все до последнего. Так в результате произошла поломка у двух участников. У Гетлана Геннадия вышел из строя главный тормозной цилиндр. А во время старта у автомобиля Мотивуце Аурелло возникли проблемы с коробкой передач. В результате схода с дистанции этих драгмобилей в борьбе за первое место сошлись Слюсарь Олег и Катарабай Руслан. И только после финиша было ясно, что эти два участника поставили новые рекорды. Рекорд от Катарабая Руслана очень порадовал. 10,5 секунд. Украинские друзья, как всегда, показали класс. 9,7 секунд. Рекорд монопривода на территории Молдавии и Украины это 100%. В России ездят быстрее, но все-таки на Украине это абсолютный рекорд и в Молдавии тоже. Выезд от 10 монопривода это очень серьезная задача. К ней Олег шел очень долго, он шел несколько лет к ней. И мы очень рады, что он все-таки осуществил. Потому что без клеевого покрытия, без проклеивания трассы это практически нереально. В этом году Олег Купе на черный БМВ поехал очень хорошо. Машина очень отлично сбалансирована. Практически не буксует на старте. Вот таким был насыщенный второй этап Молдовы по драк-рейсингу. Было много поломок и много рекордов. Все ехали на результаты, все ехали на разнос. Машины ехали на убой. И поэтому мы имеем столько много рекордов за этот второй этап. Очень надеюсь, что Скайлайн не поломается. И свято верю, что он выйдет из десяти. Все-таки какие-нибудь 9,9 он покажет. Очень должен поехать хорошо, опять же, Сережа на турбогольфе. У него как-то не сложилось на этом этапе. Но думаю, что он покажет, поставит рекорд в переднем приводе на следующем этапе. А для наших телезрителей есть еще одна новость. Программа «Четверть мили» возвращается в вечерний эфир. Теперь каждое воскресенье в 19.40. Только на N4 все о мире тюнинга в программе «Четверть мили». «Четверт миль» «Четверт мили» Продолжение следует... Продолжение следует...